Вся правда шансона Шансон ТВ Здравствуйте, с вами Катя Катушкина и Вся правда шансона Вся правда шансона Один из лучших военных оркестров Италии выступил в столице нашей страны Недавно в посольстве Италии в Москве состоялся концерт оркестра корпуса карабинеров Карабинеры это отряд национальной военной полиции А оркестр карабинеров это легендарный итальянский оркестр, которому более 200 лет В его составе только лучшие музыканты В его репертуаре легендарная классика и современные композиции Во главе его дирижер, подполковник Массимо Мартинелли Вы знаете, да, действительно, мы существуем почти 200 лет Потому что считается, что уже при создании корпуса карабинеров в 1814 году Присутствует некоторое небольшое ядро трубачей Наша главная традиция это участие во всех основных военных торжествах Прежде всего 5 июня, собственно, дни корпуса карабинеров Оркестр был основан в 1820 году, когда в состав королевских карабинеров Впервые был включен отряд трубачей В 1862 году преобразован в духовой оркестр А в 1920 году коллектив получил название Оркестр корпуса карабинеров Это один из лучших оркестров Италии И попасть в его штат очень сложно Да, вы знаете, это очень непросто Потому что выпускникам консерваторий итальянских Мужчинам и женщинам до 40 лет Необходимо пройти особый общенациональный государственный конкурс Который чрезвычайно селективно подходит к отбору Вплоть до того, что, например, на последнем конкурсе было 15 мест И из них были отданы кандидатам только 13 То есть два места остались вообще ваканты Оркестр корпуса карабинеров выступает в Москве не в первый раз Россия итальянским музыкантам очень нравится Они отмечают гостеприимство и доброжелательность российской публики Да, мы ездим, приезжаем сюда каждый раз со все большим воодушевлением Потому что российская публика всегда нас чрезвычайно тепло встречает И в этом году нам пришла в голову идея включить исполнение по-русски И это тоже было принято на ура Поэтому мы всегда здесь чрезвычайно радостно проводим время Оркестр корпуса карабинеров прибыл в Москву для выступления на фестивале «Спасская башня» И за время фестиваля дал 9 концертов А завершили карабинеры свои блестящие громкие гастроли Концертом на сцене летнего анфитеатра в посольстве Италии в Москве Послушать первоклассных итальянских музыкантов В тот вечер пришли ценители прекрасного Среди которых был и чрезвычайный и полномочный посол Итальянской республики в Москве Чезаре Мария Рогальини Который до того, как стать дипломатом Служил в корпусе карабинеров Оркестр итальянского корпуса карабинеров Один из самых известных военных оркестров в мире Они выступают при всех официальных мероприятиях корпуса карабинеров Кроме того, они играют концерты в театрах, в академиях И все они профессиональные музыканты, высочайшие уровни Как же прекрасно, мощно и пронзительно звучали Бетховен, Верди, Безе В исполнении оркестра корпуса карабинеров А еще в тот вечер дирижер Массимо Мартинелли Представил публике собственное сочинение «Кремль» Которое он посвятил коллегам из ансамбля имени Александрова Погибшим в авиакатастрофе Репертуар оркестра очень широк От военных маршей до современной музыки Это с удовольствием отметил полномочный посол Итальянской республики в Москве Чезаре Мария Рогальини Безусловно, поскольку это военный оркестр То они играют государственные гимны Италии И гимн корпуса карабинеров Кроме того, они исполняют музыку из классического репертуара И современная музыка сегодня Они дадут нам, покажут нам, насколько широк их репертуар Италия – чудесная страна, пропитанная солнцем и любовью Узнать больше об искусстве, красотах и достопримечательностях Италии Можно на сайте latuaitalia.ru Который развивается очень динамично Слово полномочному послу Итальянской республики в Москве Чезаре Мария Рогальини Вы знаете, очень хорошо развивается Мы работаем каждый день, чтобы наполнять его новыми статьями, фотографиями, видео Чтобы рассказывать о той Италии, которую россияне пока еще, возможно, знают меньше Но которая прекрасна и способна подарить им незабываемые впечатления У нас сайт постоянно растет, растет количество посетителей Сейчас их порядка 80 тысяч в месяц И это значит, что мы идем навстречу тем потребностям и тем пожеланиям, которые есть на российском туристическом рынке Мы выражаем искреннюю благодарность посольству Италии в Москве За сотрудничество и за помощь в создании цикла программ «Итальянские встречи» Италия и Россия – две великие страны, которые объединяет не только любовь к искусству И тесно переплетенные культурные традиции, но и теплые дружеские отношения С вами была Катя Катушкина и «Вся правда шансона» До скорого! «Вся правда шансона» Шансон ТВ